Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта! Мы рады приветствовать вас в Воронежской области на спортивном комплексе Белый колодец. Сегодня нас ждут соревнования по ралли-кроссу и в рамках чемпионата России четвертого этапа выступят дивизионы 1 и D1A. Кубок Белого колодца сегодня будет для D2N дивизиона и первенства России D2 Junior, а также открытое первенство ОАО Автоваз Кубок Лады Калина. Не первый раз уже тольяттинцы проводят свои соревнования на Воронежской трассе, но это радует зрителей, а также гонщики, конечно, оценили уже качество трассы. Сейчас мы видим, что Егор Санин проверил свой автомобиль и все готово для торжественной церемонии открытия соревнований. Спасибо. Большое спасибо гонщика! Закончилась торжественная процедура открытия соревнований и первыми сегодня поедут не D2 Junior, как это обычно бывает, а D2N. Для них это Кубок Белого колодца. Итак, Вячеслав Алешин стоит первым. Рядом с ним Маслеников Андрей, номер 43, красный автомобиль у него внутри, 23-й номер Шаков Никита и 11-й Шабанов Николай, вторая линия стартой решетки. На третьей Козлов и Волгаткин стоят. Итак, машины уже сорвали с места и вперед вырывается Маслеников Андрей. По внутренней траектории он едет на красном автомобиле, рядом с ним здесь синий автомобиль Вячеслава Алешина. Очень плотненько заходят они вместе. 11-й номер это Шабанов Николай. Прижимается он к Ушакову Никита, но все в общем нормально. Так, и атака, похоже. Маслеников Андрей удержался на первой позиции. Посмотрим, что сейчас будет. Между тем Шабанов и Волгаткин уехали в Джокер. Мы видели, кстати, как Маслеников Андрей сейчас не очень удачно вышел из Шиканы. Ушел куда-то он немного в сторону с трассы, но тем не менее остался на первой позиции. И вот, мы видим, он отрывается даже немножко вперед. Итак, на каких позициях сейчас автомобили? Маслеников Андрей едет первый за ним, Алешин Вячеслав, Ушаков Никита за ним же и Козлов Алексей на четвертой позиции. Так, ошибся Маслеников, кстати, на съезде. И, ух ты, он даже уже на второй позиции, уже точно на второй. Как бы ни оказаться, мы сейчас на третьей. Присует его немножечко Ушаков Никита, но, в общем, пока... Ох, и тут тоже контакт. 47 номер, Козлов Алексей, Ушаков Никита. Они тут сошлись на выходе из поворота, но, в общем, все, что дело правило. Итак, смотрим, будет ли сейчас контратак. Маслеников Андрей, будет ли он пытаться вырваться на первую позицию в очередной раз. Но, в общем, нет пока никаких тут атак. И, что ж, так, смотрим, уходит ли... Ох, как он уходит в Джокер. Там Аслеников с заездом, прям так, очень широко он заскочил за бруствер, за отбойничек. Ну, и проехал за Пограве. Потерял, конечно, скорость. Сейчас посмотрим, как ему позиция окажется. Пока на третьей позиции он выезжает. Плотно за ним идет 23 номер. Ушаков Никита, кстати, гонщик из Воронежа. Ну, и так, похоже, у нас все гонщики уже теперь побывали в Джокере, кроме Алешина Вячеслава. И сзади него на большом, кстати, расстоянии плотной группой идут оставшиеся гонщики. Если между ними сейчас там начнется какая-то борьба, борьба за места, потеря времени, то, конечно, у него хватит времени, хватит дистанции для того, чтобы безболезненно заехать в Джокер. Это лишние 172 метра трассы. Так, ну что ж, вернемся все-таки сюда и увидим, что Масленников Андрей уже на третьей позиции. Опять он залетает куда-то по бордюрчику, проезжается. Не нравится ему ехать по трассе. Что-то сегодня у него настроение такое. Немножко на сторону выезжает его машина постоянно. Так, ну и дистанция тут у нас возрастает. Отрывается все дальше вперед. 38 номер Алеши Вячеслав. И проходит сейчас шикану автомобили остальные. Ну вот опять Масленников пылит, поднимает пыль. Может быть с автомобилем что-то не так, ну а может настроение такое. Посмотрим, как это отразится на его результате. Сейчас все практически гонщики, сейчас участвующие в заезде, это выходцы из Д2 Юниор. Ну и, в общем, чемпионы, победители в каждой своей мере. Но не с улицы все, конечно, пришли. Очень большой накат у гонщиков. Так, Алешин сейчас приезжает уже на очередную финишную прямую. Это, конечно, не заключительный круг. Еще достаточно много ехать гонщиков. Ну и, кстати, не разогнулись автомобили. Это ел достаточно плотной группой. По крайней мере, вторая часть гонщиков. Первым будем считать 38 номер, Алешина, который не заезжал в Джокер. И сейчас мы видим, он тоже туда не едет. На второй позиции, соответственно, 11 номер. Это Шабанов Николай. Масленников едет за ним. Ну и тут пока решается под вопросом, можно сказать. Так, и 47 номер, да, с 23-м. Я хотел как раз о них сейчас поговорить. Между ними завязалась борьба. Рязанец, 47 номер. Козлов Алексей атаковал. Уже атаковал Ушакова Никиту. Ну, в общем, неудачно. Любят воронежа-рязанцев, конечно. Но здесь на гонке происходит все немножко по-другому. Ушаков Никита сейчас оторвался от него. И плотной-плотной группой идет вторая часть этого пилотона, скажем так. Поскольку Алешин Вячеслав далеко впереди. Но, напомним, не было ничего в Джокере. И, кстати, у него сейчас тот самый последний Масленников. Масленников Андрей вырывается сейчас вперед. Отлично, обошел легко, обошел. И мы смотрим, как он выходит с поворотом. На удивление, не заскочил он сейчас в отбойник. Но вот опять, опять позиция контратаки. Ушабанов пытается обойти, но он на внешне неудобный. Да, вынесло его сейчас с центробежной силой. Увидим мы, кстати, в Джокер ушел Алешин Вячеслав. Момент истины. Он наступает сейчас. Так, здесь пока борьба за второе... Да, да, за третье место уже борьба. Поскольку на первую вылетает Алешин Вячеслав, Масленников второй. И 23-й номер. Ушаков Никита с Шабановым по-прежнему спорят за третью позицию. Это последнее место на пьедестале. Очень-очень важная, конечно же, секундочка, которая сейчас между ними. Посмотрим, будет ли дальше продолжаться борьба. Волгабкин Александр там пока зеленый, мы видим, автомобиль. На последней позиции заносит там его. Так что совсем он, наверное, последним приедет. Не меняется ничего у лидеров. Первая тройка по-прежнему Алешин, Масленников, Ушаков. Ну и Шабанов за ними. Что ж, финиш. Приезжают автомобили к финишу. И мы видим кличный флаг. Да, Алешин Вячеслав Первый, Масленников Андрей Второй, Ушаков Никита Третий, Липецк, Кострома, Воронеж. Ну и четвертая позиция, четвертое место уже Шабанов Николай из Воронежа, Козлов Алексей из Рязани. И Волгабкин Александр, тоже гонщик из Воронежа. Что ж, из трех гонщиков Воронежских один поднимается на подиум. Мы его поздравляем вместе со зрителями. Вот он, кстати, Ушаков Никита, воронежский гонщик. Выходит из своего автомобиля. Алешин Вячеслав обходит и смотрит критически на свой автомобиль. В общем, есть за что, наверное. Но, тем не менее, первая позиция, первое место у него. И поливаются мальчишки. Уже не мальчишки, уже не Д2 Юниор, конечно. Это Д2Н. И поливаются они поэтому шампанским. Продолжение следует...